Естественно, что первый вопрос, который встает перед вами — как начать? Это считается грамматической структурой, которая сложная, и, естественно, вам даются повышенные баллы за это. Привет всем! Сегодня воскресенье, и вы знаете, о чем мы сегодня поговорим. Естественно, это будет ваш любимый, любимый экзамен IELTS, которому, скорее всего, вы сейчас готовите или который совсем недавно сдали, судя по тому, что вы ответили на мой опрос в комьюнити. Не знаю, как называется по-русски сообщество. Обычно на моем канале выходят два видео в неделю, но в последнее время я выпускаю одно видео в неделю, иногда два, просто потому что я сейчас заканчиваю свою учебу. Я заканчиваю последний модуль для получения диплома от Кембриджского университета в области преподавания английского языка, и let me tell you, it is tough, но I'm doing my best. Я думаю, что к концу мая мое расписание наладится, и я продолжу делать два, может быть, даже больше видео на этом канале, чтобы помочь вам повысить уровень английского языка, сдать IELTS и whatnot. Не забывайте лайкать мои видео, если они вам понравились или вы нашли их полезными. Также делитесь ими с вашими друзьями, которые тоже учат английский, чтобы повысить уровень или сдать экзамен IELTS. Я буду очень рада всем вашим комментариям под видео, потому что я отвечаю на все из них. А еще также я буду вас рада видеть в своем Инстаграме, где я пощу каждый день всякие сторис интересные, разбираю посты. Поэтому, если вы скучаете по видео с разборами постов, то, пожалуйста, welcome to my Instagram account, EnglishNut. Там вы их увидите как минимум два в неделю. В общем, поехали! Сегодня мы говорим про IELTS speaking, и мы поговорим конкретнее про слова, которые помогают нам структурировать нашу речь и звучать более естественно. Мы уже говорили с вами в других видео на моем канале про thinking words. Это те слова, которые вы вставляете в свою речь, чтобы звучать более естественно, но также давать себе время на подумать, особенно когда вы не знаете, что ответить на вопрос. Но сегодня мы будем с вами говорить о тех словах, которые помогают вам структурировать вашу речь, тоже звучать более естественными и, например, выражать свое мнение. И еще такие слова помогают вам добавить немножечко воды в ваши ответы, что не есть плохо всегда. Иногда хорошо немножко воды, немножко вот этих слов, потому что они, опять же, делают вашу речь намного более естественной. Естественно, что в конце я приведу примеры реальных вопросов, которые недавно совсем попались кому-то в части speaking, и мы с вами обсудим ответы на них, используя фразы, о которых я сегодня буду вам рассказывать в этом видео. В первой части IELTS speaking, как вы уже знаете, скорее всего, вам будут задавать personal questions. То есть вопросы о вас, о ваших предпочтениях, о том, где вы живете, откуда вы, от вас не требуются сложные длинные ответы, вам нужно ответить коротко и ясно. Но даже в коротких ответах все равно можно и нужно употреблять те самые линкеры или коннекторы, чтобы вести тему или выразить свое мнение. Если у вас в голове на экзамене от нервов или просто у вас остались только такие слова, не думайте о том, что, ну вот, они слишком простые, не буду их употреблять. Лучше употреблять их, чем просто выпалить ответ на вопрос из серии Намного более естественнее и более похоже, что вы не Siri, а нормальный человек, разговаривающий на английском языке. Если вы хотите поднять немножко свой уровень, можно употребить такие фразы I'm convinced that, I'm certain that, это то же самое, что I'm sure that, но слово certain, оно более высокого уровня. Obviously my first choice is, тоже очень хорошее выражение, как и просто слово obviously, когда вы говорите о какой-то вещи, которая совершенно очевидна по вашему мнению. Я эту фразу посоветовала вам употреблять тогда, когда вы хотите выпалить ответ на вопрос, потому что он очень легкий, например, про what do you do in your free time? Для меня это будет очень легко, это watching YouTube videos, это первая мысль, которая приходит мне в голову, но вместо того, чтобы просто сказать это в лоб, я скажу Obviously, as for many people around the world, is watching YouTube videos. Когда вы не совсем успели сформировать мнение по вопросу, о котором вас спрашивают, вы можете употреблять такие фразы Well, if you ask me, it's I'd like to point out that, as for me, I tend to think И все эти фразы, они, в общем-то, тоже для выражения вашего мнения, но тогда, когда вы отвечаете на такие вопросы, о которых вы никогда не задумывались, но вот вас просели на экзамене, и вам приходится выражать ваше мнение. Еще можно использовать такие фразы I truly believe that It certainly must be I'd go for I'd choose Пошлиние две фразы можно использовать, когда вам дают какой-то выбор. Если, например, вас спрашивают What's the best place to live? A house or a flat? Вы можете как раз начать ответ на вопрос с помощью I'd go for Или I'd choose Вторая часть, I'd speaking, это часть с карточкой. Единственная часть, где у вас есть время на подготовку, и вам даже дают маленькие подсказочки. Это та самая карточка, на которой написан, в общем-то, план вашего ответа. Там четыре пункта, которые вы должны покрыть во время вашего ответа. Естественно, что первый вопрос, который встает перед вами, как начать. Вы можете начать с таких фраз Today I'm gonna talk about Это как бы the basics. Но также вы можете начать вот с такой фразы I'd like to tell you about Или When I think about То, что у вас заявлено на карточке I can't help but remember my Обычно это очень хорошая такая фраза, когда вас спрашивают, например, о вашем лучшем отпуске Или о вашем лучшем праздновании дня рождения В общем, что-то такое Вот вы можете как раз начать с такой фразы When I think about holidays, I can't help but remember my last holiday when I went to Greece with my friends Также, если вас спрашивают о каких-то поездках или о каких-то празднованиях, вас всегда спрашивают, с кем вы праздновали И тогда можно сказать The person who made it possible The person who was there with me The person who helped me a lot То есть начать со слова person и дальше сказать, что они сделали для вас Естественно, что это считается грамматической структурой, которая сложная Естественно, вам даются повышенные баллы за это И вы претендуете на семерку, восьмерку и так далее Также с помощью такого же оборота вы можете говорить про другие вещи Например, the trip that I'm going to talk about Если вас спрашивают про trip The event I'm going to talk about Чтобы внести разнообразие в ваш ответ, вы можете начать следующий пункт со слов As for When it comes to Например, as for the people who were with me И дальше, кто с вами был Или When it comes to holidays, I prefer to go to the beach Например И вот это вот when it comes to you Это то же самое, что as for или talking about Внимание Никогда не говорите what about What about holidays, I prefer to go to the beach Никогда Либо talking about Либо вопрос What about the people in there? What about this country? Это уже вопрос Это ливодное слово Будьте осторожны Потому что это явная ошибка Еще парочку фраз, с которых вы можете начать Чтобы начать говорить об одном из пунктов плана на карточке In relation to Another aspect Another detail Another point worth mentioning И, естественно, вы должны завершить свой ответ И чтобы показать, что вы завершаете его Тоже классно использовать linking word Например Finally, I'd like to talk about Или Finally, I'd like to mention that The last thing I'd like to mention is My final point It's all ending Третья часть Третья часть Немножко похожа на первую Но вопросы там менее личные Они о каких-то проблемах мировых Либо о каких-то праздниках ваших Или традициях вашей страны В общем, что-то такое более сложное И поэтому ваш ответ будет тоже более сложным И более длинным В идеале Ваши вводные фразы тоже будут немножко более сложными И разнообразными Можно начать ответ на вопрос вот так Очень похоже на Но вам иногда тоже дается какой-то выбор Который вы должны сделать в третьей части И потом вы должны его объяснить Поэтому это тоже хорошая фраза It's a controversial issue Когда вы не совсем знаете Как правильно ответить на вопросы И это довольно сложный вопрос Many or some people will disagree with me But Когда вы даете ответ по вопросу Который controversial То есть на который нельзя дать Какой-то односложный, однозначный ответ И вы знаете, что у вас мнение не самое популярное И вы знаете, что многие люди с вами не согласятся Очень хорошая фраза, которую можно использовать А еще она вам дает массу времени, чтобы подумать Ну а теперь к примерам Я взяла пример этих вопросов с сайта Которые я оставлю в описании к этому видео Эти вопросы попадались людям последние вот в месяце По-моему, я взяла апрельские вопросы Если не ошибаюсь Поэтому я надеюсь, что это будет вам полезным Вопрос у нас будет из первой части, естественно Where are you living now? На этот вопрос можно ответить так I'm living in London now And if you ask me, it's heaven and earth Второй вопрос у нас с вами Is it a good idea? Is it a good area to live in? I live in a lovely area in the north of London And I truly believe that it's an enjoyable part of town However, some people might disagree, of course И третий вопрос What do you like most about where you live? One thing that I consider the best Is that everything is just a stone's throw away from where I live Cozy cafes, green areas, farmer markets, you name it Есть в этом ответе еще бонус такой Что я использую два устойчивого выражения A stone's throw away Это близко И you name it То есть какое бы вы ни назвали место Я вам точно скажу, что оно находится рядом с тем местом, где я живу Вторая часть И у нас с вами такой пример Естественно, я не буду вам давать полный ответ на вопрос Потому что that will be too long Но примерно вот так вы можете начать каждую секцию ответа на этот вопрос Я не знаю, почему у нее пришло это на ум И у меня нет такой подруги Но мне пришло это на ум It doesn't matter if it's not true, remember? The final point is that She taught me that she can wear whatever you like If it makes you feel comfortable И part 3, третья часть What should we do before going into foreign employment? Вы можете начать ваш ответ, по крайней мере, с этого It's a widely discussed question nowadays Because a lot of people leave their countries To go work abroad First of all Второй вопрос из третьей части In your country Do your parents encourage their children to work abroad? Why? Вы можете начать ответ вот с этого It's a controversial issue Especially for the parents The reason for that is An obvious explanation is that Естественно, что это только линки вверх Их нужно наполнить смыслом But I believe in you You can do that Я надеюсь, что это видео было вам полезно Мы увидимся с вами на следующей неделе Возможно, воскресенье Возможно, чуть раньше Следите за обновлениями Обязательно нажмите на колокольчик Чтобы узнать, когда выйдет новое видео И спасибо, что вы посмотрели вот до конца Пока На это можно ответить так I'm living in London now And if you ask me It's heaven on earth На этот вопрос можно ответить так I'm living in London I'm living in London now And if you ask me It's heaven on earth On earth? What? На этот вопрос можно ответить так I'm living in London now And if you ask me It's... Who you knew this... How... What I... I can't read It's too late I can't read I can't read That's a good idea